Климачёва! Панталова! Сарипов! Воскресенье, 8 утра. А у ребят сна ни в одном глазу. Ещё бы! Ведь впереди такое мероприятие – фестиваль талантов. Перекличка, проверка, реквизиты и уже все, как по часам, готовы отправиться в путешествие. Всего 240 детей представлены в разных жанрах. Это и вокал, хореография, театральное искусство. Поэтому едем мы в Часовой, едем в Губаху. Всего там собираются 7 муниципальных образований. И Кизил, Губаха, Лысева, Гремячинск, Горнозаводск. Напутственные слова, фото на память и в добрый путь. Фестиваль искусств имени Дмитрия Кабалевского – это уникальный конкурс, который даёт возможность детям проявить свои творческие способности. Он уже имеет 45-летнюю историю и свои традиции. В Пермском крае фестиваль проводится в 15-й раз. И теперь это неотъемлемая часть культурной жизни региона. Отчего такие тёплые, да не стоят на улице. Ну а может познакомимся, ну а может затусуемся. Эти начинающие певцы – мужской вокальный коллектив «Команда Ви» из Явинской студии эстрадной песни «Школьная пора». На конкурсе они представили сразу 4 песни. Душевное мужское исполнение покорило сердца строгого жюри. Перед выходом на сцену чувствовало небольшое волнение. Выступили нормально вроде всё. Результаты узнали через день. Лауреатство первой степи. Радость была вообще большая. Я участвовал в двух фестивалях. И этот был самый запоминающийся, потому что было столько эмоций в нём. И то, что мы заняли первое лауреатство – это реально просто бомба. И не то слово. Радуется сегодня и театральный коллектив «Балаганчик». За свою 16-летнюю историю они уже не раз были в числе лучших на фестивале. Но из-за пандемии не участвовали в конкурсе несколько лет. Сейчас ребята спокойно пьют чай. Но ещё буквально день назад сжимали кулачки и ждали объявления результатов. И не зря. Два спектакля из трёх жюри оценили на отлично. Поездка удалась. Кстати, такую возможность ребятам и их педагогам подарила компания «Уралкали». С инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Пермского края Павел Кузьмин и Эдуард Аветисян. Конкурс Кабалевского считается самым массовым конкурсом в мире искусства и творчества юных талантов. Поэтому всегда приятно поддержать эту инициативу. Мы ждём от них только лишь победы. И мы знаем, что любой талантливый человек талантлив во всём. Поэтому за ними будущее. И мы точно уверены, что поступаем правильно, что поддерживаем такие конкурсные проекты. К слову, уже в апреле эти юные звёзды будут зажигать на финале в краевой столице. Елена Джан, Мария Дзинова, Никита Игнатьев. Наши новости.